Наше государство дает гражданам возможность добиваться успехов на любом поприще, в том числе и в спорте. Так особо громкую славу в Восточно-Казахстанской области принесли местные хоккеисты. И с года в год они показывают достойные результаты, тем самым закрепляя за регионом титул короля зимнего вида спорта с шайбой. Самые громкие спортивные успехи Восточного Казахстана, несомненно, связаны с хоккеем. В области множество талантливых спортсменов, которые шайбой и клюшкой, как говорится, на «ты». Это касается не только возрастных игроков, но и младших составов. Осознавая всю пользу занятий спорта, многие родители с ранних лет спешат отдать своих детей на те или иные занятия. Хоккей, к примеру, отличный выбор для жителей областного центра. Ведь успехи региона внушают веру в то, что здесь ребенок сможет раскрыть свой потенциал на полную мощность. Вообще, спорт обладает удивительно полезными свойствами. Он может объединять людей, укреплять здоровье, характер и даже умственные способности. Стоит ли говорить о том, что спорт с малых лет дисциплинирует ребенка, делает его более устойчивым к негативным факторам внешней среды и приносит массу положительных эмоций, например, при победе любимой команды или при достижении личных рекордов? Ну, конечно же, уже надо быть немножко подготовленным, чтобы физически был развитым, потому что, приходя на лед, ему все равно будет тяжело ребенку. Ну, вот у нас сейчас есть команда 2017 года рождения, это группа набора 2016 года рождения. То есть детей отдают из 5, из 6, из 4 лет. Ну, есть такие дети, которые сами хотят заниматься, а есть такие дети, у которых больше родителей хотят заниматься, чтобы он занимался. Ну, таким детям, конечно, будет тяжело. Которые сами хотят, у которых есть желание, конечно, они чему-то могут научиться, чего-то могут добиться, с ними интересно работать. А те дети, которые не хотят заниматься, их приходится заставлять. Удивительно, но многие психологи рекомендуют занятия хоккеем трудным детям. Эксперты говорят, что именно этот вид спорта может превратить трудного подростка в уравновешенную сильную личность. Чаще всего занятия для начинающих хоккеистов проходят на земле в летнее и зимнее время. Тут малыши учатся управляться с клюшкой, бить по шайбе и просто различать свои ворота. Алмаз Леубаев тренирует своих ребят уже четвертый год. На его глазах и неуверенных в своих силах малышей мальчики превратились в настоящих конкурентоспособных спортсменов. Вклад тренера в успех всей команды сложно переоценить. Я сам пришел для хоккейных мерок. Это поздно. Я пришел в 9 лет. В принципе, я дорос и до профессионального уровня, поиграл в командах мастеров. Уже 4 года я работаю детским тренером. И именно с этой командой, как меня поставили, работаю уже 4 года с ним. С детства я уже понял, что это для меня интересно. Потом уже чуть подрос, я уже понял, что это как бы моя работа. Когда уже подписал контракт первый самый, уже понял, пошли деньги и так далее. Всегда это как бы дисциплинирует этот вид спорта. И ты в команде работаешь, у тебя много друзей постоянно с разных стран. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Слова, известные каждому песни, могут стать настоящим гимном юных спортсменов. Закаленные, целеустремленные и, несомненно, талантливые. Не приходится сомневаться, что маленькие хоккейсты в будущем принесут Казахстану большие победы. Карина Мурадова, Евгений Щетников, Алтай-Парад. На этом все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин